Прямо сейчас рядом со мной наши эксперты, с которыми мы обсудим эту проблему. Наталья Подоляк, доцент СФУ и общественный деятель, а также Александр Михайлов, начальник отдела Департамента городского хозяйства. Спасибо, что пришли на столь острую тему для обсуждения. Первый вопрос, давайте начнем с вас. Очень коротко, в чем по-вашему, вот со стороны властей проблемы в мусоре? Ну, в первую очередь хочу отметить, что все городские службы работают очень эффективно. То есть, допустим, за неделю с территории уличной дорожной сети автобусной остановки вывозится более полутора тысяч кубометров мусора. Нет, смотрите, давайте вот немного по-другому. В чем проблема? Люди мусорят? Ну, обязательно. То есть люди, к сожалению, у нас мусор складируют не там, где это положено. А по-вашему? По-нашему, что система не выстроена корректно, чтобы у людей была эта возможность. Потому что не созданы условия ни для людей, ни для застройщиков, ни для производителей. Есть проблемы глобального масштаба – это отсутствие полигонов. Вот давайте у Алексея спросим, сколько у нас на сегодняшний момент полигонов в Красноярске работает? В настоящий момент в Красноярске работает минимум два полигона. В том числе у нас наше предприятие автоспецбаза, у которой полигон находится рядом с городом Красноярском. Это Емельянова? Ну, предприятие Красноярское. 30 километров. Предприятие Красноярское, повторюсь еще раз. Мы уточняем, чтобы понимание было. Они получили разрешение на сегодняшний момент весной, они еще не имели такого разрешения, потому что необходимо было провести рекультивацию. В настоящий момент предприятие функционирует в полном объеме. Второй полигон? Второй полигон – это предприятие «Экоресурс», который расположен возле шинного кладбища. Бодолык мы не называем? По Бодолуку частично работает, частично нет, смотря какие отходы. То есть «Экоресурс» в районе шинного кладбища, полигон действующий? В настоящее время туда отходы везутся. Законно? Или есть какие-то проблемы? Раз они отходы принимают, значит законно. Все постоянно проверяются, как Министерством природных ресурсов, так и прочими контролирующими. Смотрите, помимо полигонов еще есть проблема мусора на улицах, с которым мы сталкиваемся чаще. И здесь наверняка тоже есть претензия, но конкретно у общественников, к властям, которые не могут организовать эту систему. Система не организована в принципе, потому что для простого среднестатистического человека, даже, допустим, дачника или на улице человека, а куда мы этот мусор несем? Ну вот урны, которые не вывозятся, уже все посмотрели. То есть, соответственно, если они наполняются, значит график должен быть чаще. Значит, на это должны закладываться гораздо больше денег, ресурсно. Да вы не можете сейчас этого себе позволить. Я могу одно сказать. Если вот, что касается дачников, не так давно в городе был опыт. Порядка 10 площадок было создано на выездах из массовых таких дачных обществ, которые муниципальные власти обслуживали с учет. Проводилось это в итоге в огромную несанкционированную свалку. Туда везли все, кому не лень, свои отходы, в том числе и предприниматели. Подождите, вопрос. Вы чаще можете выводить смены для уборки улиц? Я вот с этого начал разговор. В настоящее время у нас более полутора тысяч кубометров вывозится еженедельно. Чаще вы можете вывозить? Мы вывозим, мы выводим смены так, как необходимо. Этого хватает по вашему мнению? Да. Хорошо, мы прервемся сейчас на небольшую рекламу. Дальше продолжим разговор с экспертами. И, конечно же, начнем принимать ваши телефонные звонки. Не переключайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...